Первое стихотворение посвящается нашему городу, а именно трагической судьбе Ленинграда в Алаказе. Пусть кровен антиквариат, танцовщиц, статуэтки, да пять заслуженных наград за подвиги в разведке, Но можно все-таки продать святые вещи эти, ведь опостылила нужда в тысячелетие третье, какой же мерзкий. Нынче март, тепло еще не скоро вернется в город Ленинград, А тот ли это город, где все продажно и цена, какая ветеранам беззавершенная война гуляет по экранам, Ставляющийся сплошной в многосерийном мыле, но разве только для кино мы, немцев, победили один расклад. Фашистский клин вышибали клином, был враг тогда на всех один, душа по копам длинным тянулась, зная умирать полегче, с чувством долга. Кто враг теперь? Россия, мать? Чужой. Старая Волга. Чужая степь. Чужой Урал. Чужие мысли даже. Но разве Один я украл? Нет. Отменю продажу. Да и фарфор. Снесу в Севан. С ним пережил плакану. Пускай закончился парад, но не продам. Награды. Война и спрячь. Уходит. В пыль. Ликует. Мирный город. А я стираю. Тихо пыль. С фигур. И с фарфора. Нужда, конечно же, беда. Особенно под вечер. Но и былого не продать. С ним выжить как-то легче. Спасибо. 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 А кто написал эти слова? Вот. Старик. Это моё смысление. Как это? Молчай, ё-моё. Не смысл. Следующее издевление называется «Такие разные мечты». Оно написано на основе реальных событий. Это вы написали эти слова. Присядьте, пожалуйста. Присядьте, присядьте. Присядьте. Присядьте, пожалуйста. Другой. Не сядьте. Не сяду. Прекращай читать свои беспонтовые стихи. Они реально нечестные. Блядь, кого ты там победил? О какой блокаде ты говоришь, дружище? Ты даже тогда не жил. О чём ты говоришь? Про какую хуйню ты несёшь? Не присяду. У меня есть претензии. Это зря, что ты не про это говоришь. Давай, говори прям их мне в лицо. Пожалуйста. Телезроление называется «Такие разные мечты». Я тебе в лицо смотреть не буду. Потому что у тебя лицо не такое эстетичное, чтобы в него смотреть. А что эстетичное? Смотри, вы мне это всё. Ребят, ребят, организуйте, пожалуйста. Давай. Музычку можно. А то неприятно он слышит. Не перебивайте. Не перебивайте. Это не что это. Никто не походим. Это. Нет. Меня слушать будете? Я ему сказал. Меня будут. Нет. 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 Не заканчивай. Мы тебе не верим. Прекращай. Прекращай. Ну, это говно. Ну, правда. Ну, это не честно. Ну, то, что ты преподносишь, это не по-казановски. Прекращай. А мне нравится. Тебе нравится? Да. Честно? Честно. Слушай, мам. Иди, пожалуйста. Отойдите, пожалуйста. Отсюда. Отсюда. Вам важно. А я левый. Я понял. Богильные окопы. Байсмерт. А тебе чуть не нравится? Нет. Нет. Не надо договариваться. Нет. Через день я договаривался. Мне не нравится, что ты отказываешь такие, про которые и, ну, как ты нечестно преподносишь себя, как участник. А вот, а вы в том, что и делаешь, чтоб? Ты мне хотя бы нас слушать. Ты себя преподносишь как участника этих событий, а на самом деле таковым не являешься. А ты знаешь, выставку помню? Да, помню. В том, что вы себя преподносили в каждой песне, как участника? Вы и уедете! Ты что, он не поедет? На полу тона возьми ниже. Хватишь. Хорошо. А то соседи сверху мугаются. Хорошо. И ты сейчас как Высоцкого преподносишь? Какая Высоцкого? Нет, 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 нет. Я же тебе конкретную претензию сказал, а не Высоцкому. Но ты же не Высоцкий. Семенович, не трогай. А я никого не трогаю. Это не я. Семенович, Семенович. Высоцкого.